здравствуйте дорогие друзья подписчики и случайные зрители многие из вас неоднократно просили делать обзоры не только на рыб и принадлежности для аквариума но и на растения постепенно мы погрузимся с головой в эту тему а это видео пускай будет первым маленьким шагом к ее раскрытию как вы уже поняли из названия видео посвящено удобрению для аквариумных растений био углерод плюс альгицид сегодня это удобрение пользуется огромной популярностью у многих аквариумистов его легко найти на полках в аквасалонах и зоомагазинах на крайний случай его можно заказать через интернет на многих сайтах посвященных аквариумистике производитель данного удобрения компания аквабаланс профессионал невзирая на такое название компании это отечественный производитель то есть россия прежде чем говорить об этом чудо средстве необходимо понять зачем вообще нужен углерод аквариумным растениям все дело в том что углерод является строительным материалом для растений или как многие говорят скелетом растений зачастую в замкнутой экосистеме то есть в аквариуме углерод является дефицитным элементом и именно поэтому его необходимо добавлять искусственным путем без достаточного количества углерода естественно рост растений замедляется как правило появляются водоросли и начинается борьба между водорослями и растениями за выживание но об этом противостоянии мы подробно поговорим в других видео в общем и целом чтобы этого избежать необходимо использовать биоуглерод немного стоит сказать и о альгициде который входит состав этого средства альгициды это вообще название различных химических препаратов из группы гербицидов для уничтожения водорослей при этом препарат полностью разлагается и усваивается растениями то есть с помощью этого универсального средства можно не только так сказать подкармливать аквариумные растения но и самым настоящим образом бороться с нежелательными водорослями применяется достаточно просто инструкция находится на флаконе в аквариумах с пустым субстратом рекомендованная дозировка 10-15 миллилитров на каждые 100 литров аквариумной воды в течение трех-четырех дней подряд в аквариумах с питательным субстратом со старым заиленым грунтом рекомендованная дозировка на каждые 100 литров аквариумной воды составляет 10 миллилитров в первый день 20 миллилитров во второй день и 30 миллилитров в третий день применения в течение курса применения аэрация обязательно. В качестве биодоступного углерода применяют до 5 мл на каждые 100 литров аквариумной воды ежедневно. Кстати, одно нажатие составляет 1,7 мл. Допускается выпадение осадка. Перед употреблением обязательно необходимо встряхнуть. Срок хранения 3 года при температуре не выше 30 градусов. Ну и, конечно же, не забывайте это средство беречь подальше от детей. На полимерном флакончике находится насос. Однако лично мне неудобно дозировать нажатиями. У меня возникают сомнения о том, сколько действительно биоуглерода попало в воду. Поэтому я использую самый обычный шприц. Вообще, у каждого аквариумиста должен быть рабочий шприц, а порой и не один. Ну а теперь давайте проведем эксперимент. У меня есть почти погибшее растение в очень ужасном состоянии. Вы видите сами. В течение 15 дней мы будем добавлять биоуглерод и посмотрим, поможет ли оно ему выжить или нет. Конечно, в первую очередь необходимо саму емкость привести в порядок. Хотя бы для того, чтобы нам с вами было удобно наблюдать за этим растением. Давайте разберемся с дозировкой. Как мы с вами поняли из инструкции, в качестве био доступного углерода необходимо применять до 5 миллилитров на 100 литров аквариумной воды ежедневно. Считаю, что тут мне дозировку все-таки придется увеличить хотя бы в два раза. Слишком маленький объем емкости это раз и слишком плачевное состояние растения. Исходя из расчета 10 миллилитров на 100 литров, нам нужно на 1 литр, то есть 100 делим на 10, получаем 0,1 миллилитр на литр или 1 миллилитр на 10 литров. Согласитесь, очень неудобно. Сделаю следующим образом. В шприце всего 5 миллилитров. Наберу 0,5 биоуглерода, а остальное заполню водой прямо из этой емкости. Теперь получается, что нам необходимо добавлять по одному миллилитру ежедневно и так будем вносить в течение 15 дней. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео! Пока-пока! Добро пожаловать в Казахстан! До новых встреч в Казахстан!